здравствуйте друзья доброе утро четверг 27 июля я вчера рассказал о том что с утречка президент трамп в твиттере написал что отныне запрещается прием на службу в армию вот этих вот трансджендер то есть люди которые меняли пол в любом в любом качестве то есть ни в каком качестве они служить не могут и тут есть тонкость состоящая в том что когда человека берут в армию то есть у нас не призывают а это как бы как на работу берут значит вот человек приходит там на участок и смотрят какие есть позиции армейские есть позиции где ты просто в боевых частях есть позиции где ты занимаешься обслуживанием там нет вертолетов и так далее то есть там есть самые разные позиции и требования к ним разные поэтому как бы казалось бы not может быть что-то такое они могли бы делать но вот говорят нет не могут ничего тут мысли президентом написал что ни в каком качестве ним не может этого быть и у него там два обоснования было одно обоснование что медицинские расходы с этим связаны некоторые а другое что невозможно армия не можете позволить таких расходов и второе это ну вот они как бы не не соответствуют требованиям как бы насчет несоответствия требования полная ерунда потому что армия как раз в этом смысле абсолютно как сказать тех кто нибудь тех кто не соответствует просто не берут это как бы не вопрос вообще что касается медицинских расходов я сначала даже не понял какие там расходы может им там туалет отдельный надо я не знаю но речь шла нас как выяснилось речь шла о расходах связанных с тем что какие-то люди уже являясь военнослужащими решают поменять пол уже будучи военнослужащими и поскольку их медицина так сказать оплачивается государством то есть из бюджета вооруженных сил то соответственно операции по смену пола и кроме того они вот по ходу этой операции там какое-то время они сильно не могут не могут нести службу реально и и так далее и это как бы за счет это за счет армии и по именно по этому поводу вот из-за этого расхода на смену пола военнослужащим действующим были там запросы из конгресса и были возражения что это должно быть в бюджете армейском и так далее но это никак не затрагивала запрета на вообще чтобы человек вот там поменявший пол мог в принципе служить в армии об этом речи не было речь шла о том чтобы армия не оплачивала вот это вот все то есть хочешь поменять пол значит вот там выйдешь на гражданку и меня это здоровье например так но если ты уже там транс уже поменял пол то как бы почему же тебя не брать то есть вот об этом речи даже и не шло да но вчера был как бы первый день так народ собирался с мыслями и пытался понять что собственно произошло кроме того трамп ссылался на то что с военными посовещался вот и выясняется что военная верхушка первый раз слышит по такому то есть может быть он с какими-то военными неизвестными так массам широким посовещался может быть бывшими военными может быть где-то в газете прочитал или там по fox news посмотрел мы не знаем там военный какой-нибудь выступал вот ветеран вьетнамской войны мы этого ничего не знаем но мы знаем что уже известно что верхушка это первый раз слышит и как-то удивлена самое интересное что в твиттере тон написал но реально никакого президентского указа на этот счет не было распоряжение никакого не было а есть вот некий тыр некоторые такой разговор что вот ставлю вас в известность что значит начиная вот там прямо сейчас значит это это все больше не работает ну и некоторые говорят на может быть никогда и не будет никакого там указа реально а так просто в твиттере написал из соображений таких ну порадовать своего избирателя его избиратель в принципе он если никакого действия не последует типа там реального указа не заметит это же там у него специфический избиратель то что он читает там ему не скажут а сам он ну там погуглить уже не сможет и собственно не интересуется он просто знает что победа за победой вот и как бы очередная победа дам дальше пишут что конституция соединенных штатов говорит о том что все люди равны независимо ни от чего это распространяется и на лгбт комьюнити тоже то есть как бы никакого исключения для них в этом смысле нет и конечно вот это вот армия и лгбт это все имеет некоторую историю но потихонечку там продавливается да то есть если сначала было там скажем какое-то полное неприятие то потом ну какой частичная а потом уже и полное принятие то же самое с женщинами в армии да при том что женщины и мужчины равны но вот как-то считалось что в армии там и мне место или скажем так в определенных частях не место или например она женщина не может учиться там на но связи там были военные заведения учебные куда они не принимали женщин официально как бы дискриминировали это было нормально а потом стали продавливать и потихонечку и вроде нормально и там целая история этого всего но к чему я клоню к тому что вот такой запрет есть если он выйдет за пределы твиттера а все-таки реализуется в чем-то таком имеющим силу реально вот то это все будет опротестовано в судах и у суд безусловно будет отброшено судом отвергнуто судом потому что это не неконституционное все и и пишут так что трамп скорее всего знает что это неконституционно и знает что это не пройдет суде то есть как бы ну то есть он не настолько далек от как бы знания предмета вот вот именно этого предмета чтобы подозревать что это может реально пройти какую-то силу приобрести как бы правовую но тем не менее ему почему-то хочется вот ну как-то вот так вот в твиттере действительно то есть он если потом подписал какую-нибудь бумажку а потом в твиттере было бы еще понятно а так просто в твиттере то есть можно в принципе за пределы твиттера не выходить за первые шесть месяцев там в должности президента сша было у трампа свыше 900 твитов и практически ни одного закона они не приняли он конечно не принимает законы законы принимают его однопартийцы там в конгресс но так вот интересно то есть как бы твиты могут в принципе заменить так что вот можно сказать за сутки ситуация прояснилась до того что значит еще раз я суммирую первое он ничего не сделал он только в твите написал и сделает ли никто не знает и второе никаких шансов на то что если он что-то сделает она не будет заблокирована судом никаких шансов на это тоже нет пишут так давно мы с вами не не судьи там и тогда люди которые как бы разбирать пишут что это не никакого теста в судей пройти не может потому что нужно как-то это обосновать и даже если есть там расход в несколько миллионов долларов это смехотворная сумма на самом деле с точки зрения масштабов того что тратит армия в частности на здравоохранение там внутри это смехотворная совершенно сумма но дело даже не в этом дело в том что запрет распространяется не на то чтобы оплачивать операции по смене пола военнослужащим запрета ведь не на это запрет на то чтобы их вообще на военную службу брать и как бы никакой связи между между тем что вот смена пола стоит денег и тем что людей которые сделали это раньше не за счет вот этих денег значит не брать на службу никакой связи тут нет вообще в принципе нет поэтому вот такая интересная информация у нас на канале тут некоторые как бы активно включились в обсуждение типа того что вот мол правильно меня тут либералом каким-то там назвали вот а а конституция сша говорит что все люди равны такая вот интересная ситуация ладно значит мы считаем что такой апдейт по вопросам трансгендеров в армии я сделал и двигаюсь на работу а вам всем привет